В январе день рождения замечательного детского поэта и писателя Тима Собакина. Он один из самых оригинальных детских поэтов. Его произведения для детей бодрые и смешные. Библиотека номер 7 посёлка Маймаксанского лесного порта подготовила видеообзор весёлые книги Тима Собакина. Настоящее имя писателя Андрей Викторович Иванов. Но как же пришёл ему в голову псевдоним Тим Собакин? В тот период времени, когда Иванов узнал, что его стихи будут опубликованы, ему пришлось придумать имя, под которым они увидят свет. Писатель долго ломал голову над этим, но никак не мог решить данную проблему. Озарение пришло, как всегда, неожиданно. В начале мая он увидел мультфильм, основанный на произведениях Аркадия Гайдара. В мультфильме мальчик говорит, что его имя Григорий Собакин. Иванову эта фамилия пришлась по душе, тем более, что он родился в год Собаки. Тим Собакин творит в разных жанрах – поэзия, проза, научно-популярные статьи, песни, игры. На его стихи написано десятки песен. По мотивам его сказок снято несколько мультфильмов. Он автор шестнадцати книг для детей. И, как говорит он сам, что если какому-то ребенку после прочтения его стихов станет веселее, легче, уютнее жить на свете, он будет искренне рад. Многое из того, что написал Тим Собакин, вошло в самую толстенькую его книгу стихов, сказок и даже песен под названием «Заводной мир». В него, как утверждает автор, он постарался собрать все лучшее, что натворил за двадцать пять лет своего заводного творчества. А почему же «Заводной мир»? А потому что жил-был маленький бегемотик, и была у него лягушка, очень заводная. Опустишь ее в траву, а она прыг-прыг-прыг, и комара слопает. Комар тоже был заводной. Он в задумчивости летал над рекою, в которой плавали заводные рыбы. Да и река была тоже заводная. И заводные воробьи чирикали на ветках, и заводные деревья раскачивались от заводного ветра, и заводное солнце то опускалось, то поднималось, то опускалось, то поднималось. А ночью на заводном небе сияли заводные звезды. Вот такой заводной мир. В общем, эта книга просто необходима всем, кто верит в чудеса и любит фантазию. Книгу «Все наоборот» можно назвать лесной сказкой. История начинается в тихом лесу. Два ежика ищут грибы в траве. Первого зовут Фуфумс, а второго – Хлопс. Один из них задумчив. Его интересуют, из чего сделаны грибы, почему темно по ночам, откуда дует ветер. А Хлопс задумываться не любит. Он беззаботный ежик. Весело шагает, распевает песенку о зеленой шишке. Смотрит, как на небе облако превращается в лисицу и зайца. Увлекся он, споткнулся, полетел кувырком, но на землю не упал, а стал подниматься на небо. Чтобы не улететь совсем, крепко схватился за ветку. Ежик Фуфумс вскоре появляется под деревом. Он видит перевернутую корзину и начинает искать Хлопса. Слышит голос сверху, поднимает голову и видит совершенно незнакомую зверушку. Она стоит на ветке, кверху с задними лапами. Зверушка без иголок, но у нее есть хвост и длинные ушки. И Фуфумс пытается понять, кто же это. Игра в птиц – это сказочные истории из жизни папы и его маленькой дочери, которые они по очереди рассказывают друг другу. Однажды, гуляя, папа сказал дочке Кате, что птиц учат летать родители. Если очень захотеть, то можно научиться чему угодно, опрометчиво заявил он. И пришлось ему учить дочку летать. Он так увлекся обучением и так отчаянно махал руками, что чуть не взлетел на самом деле. На удивление дочери он важно ответил, что тот, кто чему-нибудь учит другого, должен сам это превосходно делать. Отвлекшись, папа на минутку не видел, как Катя взлетела и полетела над рекой. И папа сам не поверил в свои слова и решил не удивляться, а посоветовал дочке долго не летать и завязать потуже шарфик, чтобы не простудиться. Это произведение Тим Собакин создал как юмористическую переписку городского жителя и коровы Мюры. Он делится с ней размышлениями, рассказывает о том, что работает трамвайным вагоновожатым. А она пишет о деревенской жизни, рассказывает, как дает молоко родной стране и пасется. Здравствуйте, тетя корова! Хоть ваша жизнь нелегка, вы постоянно готовы родине дать молока. Я без коровы скучаю. Вот навестить бы мне вас, вместе бы выпили чаю, вместе сплясали бы вальс. Здравствуйте, дядя Собакин! Пусть я живу нелегко, только сумеет не всякий родине дать молоко. Вы приходите к сараю, чаем я вас напою, на барабане сыграю, звонкую песню спою. Вот такая совершенно интересная и увлекательная переписка с коровой. Перед вами удивительная книга, потому что она учит не просто хорошему, а чрезвычайно полезному делу приобретения навыков построения. В общем, эта книга учит, как нужно решать задачи. А заниматься этим нам приходится на каждом шагу. Ведь любой процесс, будь то завязывание шнурков или запуск ракеты, суть задачи разной степени сложности. И чтобы решить их, необходимо выполнить определенные действия, причем в строгом порядке, а то, научно выражаясь, таких дров наломать можно. И вот эта замечательная книга учит создавать порядок действий и еще описывать их как последовательность правил, которая называется алгоритм. Тим Собакин о книге «Песни бегемота» говорит «Однажды в зоопарке я увидел бегемота и потом не мог уснуть семь дней и семь ночей. Настолько поразило меня это благородное животное и умное такое, знаете ли. Даже таблицу умножения помнит наизусть. Тут же ответит, сколько будет шесть умножить на пять. Кажется, тридцать два или двадцать восемь. Впрочем, это не важно. А важно то, что с тех пор я стал заядлым бегемотоведом. В общем, стал я собирать всякие сведения об этих милых зверюшках. А их мне присылали, как говорится, и стар, и млад. Вернее, наоборот. И млад, и стар. Впрочем, это опять не важно. А важно снова то, что нынче я решился вынести на суд читателей парочку из этих материалов. Они еще, будьте уверены, войдут в мой бегемотографический труд, который славным бегемотам посвящается. Вот летают бегемоты над журчащим ручейком. Я бегу, обутых боты с фиолетовым сачком. Как поймаю бегемота, в клетку сразу посажу. Спой мне песню, друг любезный, бегемоту я скажу. Если песен петь не будет, отпущу его тогда. Пусть летают бегемотов очень тучные стада. Пусть летают бегемоты там и тут, там и тут. И свои простые песни нам поют, нам поют. Книга «Собака, которая была кошкой» рассказывает про тетушку Сальвейк и ее собаку Шака, которая была в действительности кошкой. Жила тетушка в одном шотландском городе, но работала в другом, норвежском. На работу она летала на самолете и все равно опаздывала. По дороге же с нею случались всевозможные казусы. А в гости к тетушке Сальвейк можно доехать и доплыть на трамвае, чтобы познакомиться с веселыми жителями города. С черным большим шаком, который вначале был маленькой белой кошечкой, тоже вечно что-нибудь происходит. В одном шотландском городе жила большая черная собака. Правда, сначала она была маленькой белой кошкой, но потом забыла, что она кошка и стала собакой по имени Шак. Лаять Шак не научился, а как мяукать забыл, поэтому часто вздыхал, а в дни рождения тихо мурлыкал. Больше всего он любил свежую рыбу, но хозяйка Сальвейк кормила его консервами для собак. Поэтому Шак научился говорить «Спасибо, я сыт». А по ночам он лежал на диване и ждал, не появится ли мышь. Однако мышей в доме не водилось. А еще Шак любил гоняться за птицами. Однажды он встречал ворону и погнался за ней. Но ворона взлетела на дерево, вот ведь вредная какая. И тут Шак вспомнил, что он когда-то был кошкой и полез за вороной. Увидев, что большая черная собака карабкается по стволу, ворона испугалась и улетела в теплые края. А Шак тоже испугался, потому что успел забраться почти на самую верхушку. От страха он сразу же забыл, что был кошкой. И как надо слезать с дерева, тоже забыл. Тогда Шак уселся на ветку и стал громко вздыхать. Вот такая история про собаку, которая была кошкой. Книга «Здравствуй, гусь» предназначена для самых маленьких читателей. Это яркая книга с яркими стихами. Здесь нет белого места, даже сами страницы все цветные. Ко мне бежит огромный гусь. Я говорю себе, не трусь, быть может, этот гусь ручной бежит знакомиться со мной. Но у гуся свирепый вид, он угрожающе шипит. щипаться будет. Ну и пусть. Я улыбнулся. «Здравствуй, гусь!» Он головой кивнул в ответ, и мне послышалось. «Привет!» Что же несут все эти веселые истории в стихах и прозе? Что воспитывают, чему обучают детей? А очень важному, доброму, легкому, искрометному чувству юмора. Что же несут все эти веселые истории в стихах и прозе? Что воспитывают, чему обучают детей? А очень важному, доброму, легкому, искрометному чувству юмора. Редактор субтитров А.Семкин